Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Аш-Вод и с вами я, Юрий Гимельфор. Прежде чем мы начнем репортаж, я хотел бы выразить глубокие соболезнования главе Чеченской Республики Рамзану Ахмадовичу Кадырову. В связи с тем, что отныне главным объектом для принесения извинений будет, увы, не он. Еще раз мои соболезнования, Рамзан Ахмадович. Вы спросите, друзья, Юр, ты вообще о чем? А вот о чем. Внимание на экран. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, лидер движения христианское государство Святая Русь Александр Калинин был опрошен по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина, после чего он был отпущен на свободу. Александра Калинина отпустили и, таким образом, дожидаться результатов расследования он будет на свободе. Согласно информации другого источника агентства, трем задержанным предъявлено обвинение по подозрению в поджоге автомобилей у московского офиса адвоката Константина Добрынина. Цитата по Интерфаксу. Вчера Юрию Калинину, брату Александра Калинина, Александру Баянову и Денису Монталуце было предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ о умышленном уничтожении имущества путем поджога из хулиганских побуждений. Источник Интерфакса отметил, что вина задержанных подтверждается, в частности, изъятыми при обысках канистрами с остатками бензиновой смеси и листовками за Матильду гореть. Статья 167 Уголовного кодекса предусматривает за это деяние наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Ну что ж, я надеюсь, что руководство МВД, а также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин принесли Александру Калинину свои искренние извинения. Но дело еще вот в чем. Тут есть один пикантный момент. Я надеюсь, что Наталья Владимировна Поклонская также принесла Александру Калинину свои искренние извинения, потому что тут имеется одна пикантная загогуля. Как сообщает российская газета, депутат Госдумы Наталья Владимировна Поклонская в настоящее время утверждает, что православный активист-радикал Александр Калинин был задержан в МВД именно после ее обращения в правоохранительные органы. Источник цитирует слова экс-прокурора Крыма, а на ней депутата от фракции «Единая Россия» Натальи Владимировну Поклонскую. Как раз по моему депутатскому запрот на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма, в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее, приняты меры, оценку которым уполномочен давать надзорный орган. Впрочем, я не сомневаюсь, что Наталья Владимировна принесет свои извинения Александру Калинину, после чего она исповедует своему духовнику отцу Сергию, который, как известно, также является царебожником. После чего она опять дальше продолжит возбуждать народ и провоцировать людей на совершении подобного роддеяний, при этом открещиваясь от всего типа «я не я и ложь не моя». Я также не сомневаюсь в том, что после того, как, давайте называть вещи своими именами, этого православного террориста Александра Калинина отпустили на свободу. Я не сомневаюсь, что дальше число его последователей будет множиться. И теперь-то будут уже не два с половиной человека, а несколько сот человек. Я в этом тоже не сомневаюсь. Огорчает, друзья мои, другую. Вот этим вот шагом наши правоохранительные органы очень ясно дали понять обществу. Это был явный месседж, что бороться с православным терроризмом они не собирались. Они собираются бороться только с ИГИЛ, запрещенным в России, где-то в далекой Сирии. Однако бороться с террористической организацией христианской государства Святая Русь, которая пока еще, к сожалению, не запрещена официально в России, наши правоохранительные органы не намерены. Но я вот не случайно сказал, что это явный месседж обществу. Ведь дело-то в том, что нам дается четкий сигнал. Это теперь ваши проблемы, то бишь наши. Как вы с этим будете бороться? Нас не касается. А мы будем сверху смотреть, кто кого. Ну что ж, сигнал дан. Мы его поняли. Большое вам спасибо, господа правоохранители... Ой, я оговорился, извините, пожалуйста. Правоохранители за четкое разъяснение. Отдельное спасибо госпоже Поклонской за то, что она устроила вот весь этот кильдин. Кстати, небольшое объявление. Я сегодня в своем прямом эфире как раз начну тему именно с этого вопроса. Но неважно. Вернемся к вопросу. Большое вам спасибо, господа. Мы поняли. Мы очень хорошо все поняли. Но тогда, ребятки, как говорится, дальше мы сами уже будем решать вопросы. Но самое забавное. Без оглядки на трусливую и импотентную власть, которая, заварив вот эту кашу с Матильдой, точнее, вот неверно я сказал, не власть заварила эту кашу с Матильдой, всю эту кашу заварила мадам Поклонская, которая, поверьте моему опыту, я не первый год живу на свете, я в два раза старше госпожи Поклонской, и могу четко совершенно сказать, что свою ответственность она в итоге понесет. Тут у меня лично уже сомнений нет. Слишком давно я живу на свете. Власть трусливо пряталась, не желая гасить этот конфликт. Ну что ж. Не хотите, как хотите. Но только, ребята, кремлевцы, у меня для вас дурные новости. Проблема вся в том, что рано или поздно вот на том костре, в который вы так заботливо подбрасывали хворостиночки, сгорите, в том числе и вы. И в качестве небольшого поскрипта я хотел бы обратиться к представителям организации так называемой Христианской государства Святая Русь, террористической организации, давайте называть вещи своими именами, но пока еще не запрещенной в России. Я не буду говорить за все. Вначале я скажу только за себя. Первое. Меня, вот лично меня, запугать вам не удалось. Я вас лично не боюсь, и я обязательно посмотрю Матильду, хотя бы для того, чтобы составить собственное мнение об этом фильме. Я не знаю, может быть, выйдя из кинотеатра, я плюну с негодованием и скажу, ну и грянь же я сейчас посмотрел, а может быть, я скажу, да вот такой фильм. Не знаю. Но мнение я буду свое формировать исключительно на основании своих впечатлений, больше никаких. Не ваших. И второй момент, который я хотел подчеркнуть. Ребят, а вы что, вот вы всерьез хотите меня вот лично убедить в том, что вы воюете за веру? Ребят, ну давайте будем серьезно. У вас веры нет. Ибо Священное Писание вы не читали, вы не знаете его, и хотя в названии своем вы упоминаете слово Христос, но вы ничего не поняли из того, чему учил Иисус Христос, вы этого не знаете. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, за что вы воюете. Вы, ребята, воюете за власть. Вы пытаетесь сейчас запугать все общество, вы пытаетесь внушить нам страх. Уверяю вас, этого не получилось. Ну и ваш покорный слуга лучшее кому доказательство. Я вот сижу, я говорю с открытым лицом, я не скрываю себя. Пожалуйста, ребята, делайте, что хотите. Меня вы не запугаете. И не запугаете. Вопрос в том, что вам нужна власть. Вы добиваетесь только власти. Для этой власти вы пытаетесь запугать общество. Как вы добиваетесь власти? Ну, для вас нужен бренд в лице Наташи Поклонской. И, собственно говоря, эта девочка вам нужна только как бренд. И вы ее используете. Ну, давайте, ребят, ну, говорите открытым текстом. Вы добиваетесь того, чтобы устроить в России православную революцию. Аналогично той, которую в 79-м году 38 лет назад устроил Айталах Минь. Но получится у вас это или нет, я не знаю. Я вижу лишь то, что власть самоустранилась, власть наблюдает кто кого, ну, это ее клип. Но веры, ребята, как таковую, у вас нет. И вы боретесь за власть. И, соответственно, за деньги. Так что, ребят, ну, давайте назовем вещи своими именами. Но давайте назовем своими именами и другое. Нет перед вами страха. Никакого. Все вам доброе. Подписывайтесь на канал Ньюашлот. Не забывайте ставить лайки. Если будут вопросы, присылайте. Обсудим. До встречи.